Плов из мяса баранины и телятины Итак, подсолнечное масло 400 грамм или 2 стакана Рис 1,5 кг, морковь тоже 1,5 кг, мясо я взял 2 сорта Телятина 700 грамм с костью, баранина 800 грамм с ребрами 3 головки лука, соль крупная у меня, изюм 90 грамм 3 головки чеснока, зира по вкусу, ну и барбарис по вкусу Вот и все Теперь нагреваем казан У меня 12-литровый казан, я все готовлю на газу Во-первых, заливаем 400 грамм подсолнечного масла И хорошо нагреваем Пока нагревается масло, я нарежу мясо Вот баранина с ребрами Ну а телятина сразу заметна по цвету Я ее порежу сначала вот такими полосками Вы можете сразу решить сами Хотите разрезать, хотите оставить так мясо Я решил так порезать полосками Мясо на кости я так оставлю Полоски я порежу вот на такие кусочки мяса Вы можете сами решить, как вы хотите Я решил так порезать Режем 3 луковицы полукольца У меня вот такая шинковка Вот видите Очень легко и просто Раньше я тоже резал все ножиком А теперь я решил здесь шинковать Вот такой результат, посмотрите Ровненькая Итак, наше масло довольно хорошо раскалилось И прежде чем я пожарю мясо Я положу по головке лука И хорошо его обжарю Так предлагают сделать азиатские повара Они говорят, масло будет намного лучше жарки мяса Итак, лук хорошо обжарился Вытаскиваем из казана И вот теперь пришло время обжаривать наше мясо В этом промежутке времени Хочу посолить мясо, пока оно еще в сыром виде И добавляю 2 столовые ложки А вы посолите сами по вкусу Конечно, хорошо перемешаем Ну вот, как вы уже видите Мясо поменяло цвет Уже смотрится очень аппетит Морковь нарезаю таким же способом Быстро и легко Только нужно быть осторожным с пальцами Вот посмотрите, какой результат нарезки Просто класс Теперь добавим к мясу наш лук И обжарим его с мясом до золотистого цвета К мясу добавляю сироп Примерно чайную ложечку И разотру семена вот таким способом И он придаст нашему плову хороший вкусный аромат А вы сами решите, сколько вам его добавили После этого добавим немного моркови к мясу И обжарим ее А остальную морковь положим в поршу Теперь я выкладываю оставшуюся часть моркови в казан Не перемешивая Морковь будет как подушка для риса И сохранит больше своих вкусовых качеств Теперь добавляем 1 литр горячей воды Как я вижу, воды мало Я добавлю еще 300 грамм воды К этому в сервак положу 3 головки чеснока И стручок красного перца Это придаст еще больше аромата и вкуса Теперь посолим Пока 2 столовые ложки А потом попробую на вкус И конечно еще добавлю соль Сервак можно немного пересолить Наш сервак будем томить на малом огне От 40 минут до часа Вот теперь перейдем к рису Моника заранее его промыла Залила холодной водой И я хочу его посолить одной горстью соли Пусть стоит 30 минут И впитывает в себя соленую воду Я попробовал наш сервак Конечно соли было мало Я еще раз посолю Примерно двумя столовыми ложками И слегка перемешаю В течение этого процесса Соль разойдется по всему серваку Вот так аппетитно смотрится наш сервак А за эти полчаса Рис втянул в себя большую часть соленой воды И заметно стал крупнее Перед закладкой в казан Его нужно еще раз промыть холодной водой Прошло больше 40 минут Вынимаем из сервака Стручок красного перца И 3 головки чеснока Сейчас хочу добавить в сервак 90 грамм изюма У меня не полная кисушка Равномерно размещаю его по казану И он придаст нашему плову хороший вкус Кто не хочет этот вариант Можете не ложить изюм в плов На ваше усмотрение И вот пришло время Выложить наш рис в казан Распределяем его вот таким способом Чтобы получилось равномерно одним слоем Вот так шумовкой Аккуратно, ровно Распределим рис в казане Посмотрите, как красиво Добавим еще горячей воды Совсем немного Чтобы только закрыть рис Это очень важно для приготовления плова Вот так, видите? Этого вполне достаточно К этому нужно добавить максимум огня Чтобы выкипала вода Здесь у меня барбарис Я беру по вкусу Вот видите? Примерно столовую ложку И распределяю на поверхность риса Барбарис также придаст вкус нашему плоду А теперь размещаем на поверхность риса Наши три головки чеснока И красный стручок перца Через 20 минут кипения Опять вынимаем красный перец И три головки чеснока Для того, чтобы перемешать рис Вот посмотрите Проходим аккуратно шумовкой По краю казана И перемешиваем рис И перемешиваем рис После этого Опять выравниваем рис По поверхности Как вы видите Я делаю вот такие отверстия в рис Чтобы лучше выкипала вода В моем случае Я взял просто столовую ложку Прошло еще 10 минут кипения И я хочу еще раз перемешать рис Вот посмотрите Я прохожу по краям казана шумовкой И заметно, что вода хорошо выпитела Теперь собираю рис горкой Ничего не пригорело Все чисто Только видно, как кипит жир Теперь наверх риса Положу чеснок и красный перец И сверху накрою чашкой на 10 минут И после этого выключаю И после этого выключаю горелку Итак, прошло 10 минут Убираем чашку И вот посмотрите Наш плов готов Запах не передать в камеру Но по виду очень аппетитно смотрится Красавчик Теперь уберем чеснок И красный стручок перца Как вы заметили Я ни разу не закрыл казан крышкой При приготовлении плова Очень важно контролировать Процесс испарения воды Вот посмотрите Какой рассыпчатый плов Очень аппетитно смотрится А теперь пришло время попробовать Как он получился на вкус Ребят, посмотрите Какой красавчик Вот сейчас попробуем Что у нас получилось Вот так вот Проголодался Смотрите, какой красавчик Ммм Это телятина Мясо цатна Мясо вообще прелестного Ммм Очень мягкое Ммм Сервак томился Целый час, ребят Посоли отлично Ну-ка Отлично Отлично Ммм Баранина Баранина Ммм Горячая Ммм Очень вкусно Ребята Просто вам я могу сказать Попробуйте сделать Как я вам предлагаю Это не только Это не только мой рецепт Я столько просмотрел Действительно Людей, которые Так здорово готовят И вот Собрал Ферганские Рецепты Собрал Ташкентские И вот Просто Попробовал Приготовить Вот Вот Такой Рецепт Как у меня Сейчас Попробуйте Я думаю Вам очень понравится Ну вкуснятина Просто прелесть Так что Ребята Удачи вам Попробуйте И приятного аппетита Пока Попробуйте Вот Такой Красавчик Продолжение следует...